Доброго времени суток любителям ножей и ножевой тематики. Анбоксинг ножа. Это хати, реплика китайских ножеделов, того же магазина, что я заказываю и всегда. Под видео ссылочку, кому интересно, оставлю. Ну что ж, посмотрим, что там пришло. Запаковывают они, как обычно, в принципе, нормально. Вот такие вот поролоновые пенопластовые какашечки. Все ещё. Я беру положение ящика. Ой, я тебе их в себе! Пришло. Ну, я буду лукать в команде. Я проп – не могу лукать. Чисто еще ничего не individually. ну что ж посмотрим что то так опять поролончик презент уже не нож кредитка как обычно ложил продавец а такой вот скажем так кредитка но органайзер как бы не знаю тут и открывачка и пила такой может быть для велосипеда что-то подойдет не знаю как бы возможно даже для велосипеда такой туристический брелочек безделушка но приятно так ну теперь сам нож заказывал обычный черный же 10 ребристый вторая половина обычная сталь клиночек d2 длина клиночка 95 миллиметров вес там в районе 140 грамм вот такой вот клиночек ну что ж первый флип ух ты ну четкий хороший флип но жесткий ух какой жесткий да очень жесткий четкий флип но такой жесткий обалдеть обалдеть какой жесткий ну честно да ну люфт присутствует ого люфт люфт присутствует сейчас секунду попробуем подтянуть нифига ся ну это вообще жесть просто жесть даже не знаю тут можно действительно палец сломать обалдеть конечно флип четкий но жесткий вообще жесткий по сравнению с моим но тут вообще но моем я уже рассказывал здесь была проблемка шариком как бы она и осталась но как бы так так никаких уже нету опознавательных знаков на широгорова головы никакой нету сейчас как бы с китаем вообще тяжело найти ну не то что тяжело найти но гораздо уменьшилось количество предложений по репликам широгоровых на самом алиэкспрессе они там половину пошифровались типа медведь голова медведя русский витязь в общем по разному шифру вот эти ножи ну как бы можно найти да что ж такое так ну что ж по подводиком подводики нормальные ровненькие так клиночек клиночек по центру так как бы поймали да да ну флипует он уже стяг так здесь сухарь уже шариком не увидите конечно сухарь можно снять и шарик там как бы выпресать попробуем что-то порезать ну без проблем без проблем нарезает да нормальный ножик по весу в принципе если так сравнивать ну не знаю как бы одинаково как бы одинаково есть спейсер конечно под темлячок не очень удобно заправлять ну ну как-то так можно как бы извратиться и засунуть ну тут палец конечно можно если кто любит баловаться так как я ух ты тут мозоль на пальце можно поиметь сразу сразу же от флипа получается на стопоре не видно не видно уже отбой такое получается да надо будет что-то делать чтобы флип немножко облегчить ну что небо и земля ну такой ножик хате реплика довольно таки неплохой нормальная слесарка нормально сделаны d2 ну надеюсь что это d2 неплохие упоры хорошо толково сидит в руке очень прикольный достойный ножик это заказывал человек ну скоро этот ножик и уйдет спасибо всех кто смотрел ссылочку на магазин сброшу до свидания